Высоко-высоко небо синее, Широко-широко океан море, А мхи болота и конца не знай От нашей двины, от Архангельской. Борис Викторович Шергин писал так. «Если в человеке живёт любовь к чему-нибудь доброму, настоящему, Эта любовь входит в нём, как дрожжи. Если мне скажут, что ты из кожи рвёшься со своим севером, Мой край, моя область почуднее твоего, Я отвечу, то и хорошо, то и ладно, Садись да хвастай, я тебя всласть послушаю, Только бы в тебе была эта закваска. Вся наша страна, вся земля есть лук цветущий, А лук тем и хорош, что травы на нём разные». Не от ветра плачет синее море, Русская земля застонала, Шла Орда на Святую Русь. Так начинается Былина Авдотья Рязаночка О татарском нашествии в тринадцатом столетии. Злы татарови сожгли Киев, Жителей увели в полон. Та же участь постигла Тверь, Рязань, Москву. Русский народ сопротивлялся отчаянно. Плачет рязанская баба Авдотья, Увидев вместо города пепелище. Но недолго. Она идёт в дальний поход, в Орду, Чтобы вызволить взятых в плен Мужа, сына и брата. Вот стоит она перед страшным царём татарским, Маленькая, в лопотках, А кругом Орда, мечи, копья. На устах её не страх, А грозное слово. Я пришла с тобою, царь, судиться. И царь татарский, поражённый Мужеством Авдотьи, Которая шла в Орду Целый год одна, Одинёшенька по страшной дороге, Терпела голод и холод, Предлагает выбрать Одного из родных мужчин. Кого выберет Авдотья? Мужа, сына или брата? И отпустит ли царь их обратно Из Полона на Русь в Рязань? Родную мою страну Обходит с полуночи Великое Студёное море. В море долгие и широкие пути, И высоко под звёздами ходит И не может устоять. Упадут на него ветры, Как руки на струны, Убелится море Волнами, что снег. Гремят голоса, Как голоса многих труб, Голоса моря, Поющие, Ужасно и сладко. А пошумев, Замкнёт свои тысячеголосые уста, И глажа стекла из равнице. Глубина океана страшна немерно, И будет столь светла, Ажно и рыбы ходящие видно. Полуночная наша страна Широка и дивна. С востока привержена Морю Печора, С запада земли Кукем и Лобь, Там реки рождают Золотой жемчуг. Творчество Бориса Шергина, Исполненное мудростью, Юмором, Красотой напевного, Живого северного слова, Позволит вам открыть для себя Поморье, Как книгу, Проникаясь любовью И огромным интересом К этой прекрасной земле И её людям. В рассказе «Детство в Архангельске» Борис Ширгин вспоминает Своё детство. Отец потомственный коренной помор Был корабельный мастер Первой статьи Штурман мурманского пароходства. Мама Анна Ивановна Родом из Соломболы. Первое время Она с мужем в море ходила. Потом сына с дочкой растила. В семье все любили море. Отец про него рассказывал, Песни пел. Пела и мать. Осенью, когда в море Наступят дни гнева и мрака, А об отце вестей долго нет, Не знала мама покоя Ни днём, ни ночью. Рассказчик вспоминает, Чем жили дети до шести лет В то время. Ходили по ягоду, Нянчили друг друга, Выдумывали присказки Про птиц, солнце, ветер, Подражая взрослым, Играли свадьбы. Ко всему, что глаз видит И ухо слышит, Были у нас у ребят Присказки До припевки И к дождю, И к солнцу, И к ветру, И к снегу, И к зиме, И ко всякой ползучей Букашке И летучей птице. Путём дорога И здравствуйте, Государе! Далечили путь Держите, Государе! От архангельского города К датским берегам И встречная судёнышка Потеряется в морских далях, Как чайка, Блеснув парусами, И только ветер Свистит в парусах, Да звучит размеренный Напев Былины. Много древних сказаний Содержат русские летописи. Из лета в лето, То есть из года в год, Любознательные люди Заносили в летописные книги То, что сами видели И о чём слышали От знающих людей. Лето на севере, Время наряда И час красоты Стоит беззакатный день, Полночь разнится От полдня Только неизъяснимой Тишиной Небо сияет Жемчужным светом, Отражаясь в зеркале Морских вод. Корабельные ребята Не спят, Караулят тишину И красоту. Не спит и наш Наш кормщик, Шкипер Пафнутий Анкуддинов. Он поёт Былину О морской ли Глубине, О небесной ли Высоте. Виденное И слышанное Автор донёс До теперешних дней. Поморские были Исказания В книгу вошли Поморские старины И сказки Дедовы сказания Цикл рассказов Моя юность Записанные Борисом Шергиным Поморским Кристально чистым Искренне русским Языком Богатейшим По своей Изобразительной силе Шергин Сам родился И возрастал До отроческих Лест В древнем Городе Архангельске Там, где Великая река Северная Двина Впала В студённое Дышащее море Так Русские мореходы Кораблестроители Зверепромышленники Рыболовы Строители И умельцы Многообразных Ремёсел И художеств Поморы С давних пор Именуют Белое море Шергин Наделяет Человеческими Страстями Чувствами И устремлениями Грозные И светлые Явления Родной ему Природы Ветры Льдины Небо И море Ночное небо Играет с полохами Северного сияния Все четыре ветра Борются у него Над морской Пучиной Молодая Льдинка Опасается Столкновения С поморской Лодией И карбасом В семье Шергиных И среди Друзей Отца Сплошь Корабельных Мастеров И мореходов Царило Сыновье Поклонения Родной земле И великому Русскому слову Здесь Благоговейно Чтили Предания И сказы О подвигах И деяниях Предков Читая Шергино Испытываешь Чувство Подобное Тому Какое Испытывает Путник В знойной Пустыне Изнемогая От мучительной Жажды И вдруг Припавший Пересохшими Устами К студеному Утоляющему И чистейшему Источнику Испытайте Эти чувства Читая Поморские Были Сказания Продолжение следует...